Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим со вновь сформированной комиссией, которая занимается целым спектром вопросов. Это культура, благоустройство, туризм. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Пожалуйста, звоните, и мы постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Виктория Викторовна Степанова. Добрый вечер. Здравствуйте. Виктория Викторовна уже хорошо знакома нашим телезрителям, но сегодня вы у нас впервые в ипостасе, такой необычный довольно, вы председатель теперь этой комиссии, правильно? Да. Ну что же, во-первых, поздравляю, конечно. Во-вторых, я думаю, что вы мне сегодня расскажете что-то новое, потому что с вашей комиссией мы, конечно, уже несколько лет работаем, общаемся. Но, сами понимаете, новое лицо, когда стоит во главе, скажем так, всего процесса, это всегда что-то новое. И в том числе у нас сегодня Анатолий Васильевич Попов. Добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий Васильевич, хорошо известен нашим также жителям района. Теперь вы член общественной палаты Одинцовского района. Ранее известны вы были нам как член Российской академии художников, человек, который, в общем-то, многое уже сделал для нашего района. И, Виктория, если позволите, давайте мы именно с Анатолием Васильевичем начнем беседу, потому что у нас сейчас идет цикл передачи, посвященный именно новым лицам общественной палаты. Анатолий Васильевич, любопытно, вот почему решили вы к этой организации присоединиться? В общем-то, это не было моим решением накануне выборов. В прошлом созыве я был консультантом-экспертом. Ну и однажды с кем-то, не помню, уже встретился с кем-то из общественной палаты и спросил, пригожусь ли я вам еще и в новом созыве, если изберут. Да, конечно. Ну и обычный порядок, как и у всех, я подал документы. Прошло некоторое время, и когда началось утверждение, я оказался в списке, утвержденном губернатором области Воробьева. Вот так я оказался здесь. То есть, получается, что вы уже несколько лет как консультант-эксперт работали с нами? Да, да, совершенно верно. А по каким направлениям? Это культура, то, что мне ближе, как вы уже сказали. Но я занимаюсь очень активно живописью, немного пишу стихи, иногда играю на каком-нибудь из любимых музыкальных инструментов. Ну, а в общем-то, больше всего исследовательская работа, которую вот в этом году, даже более чем год, я посвятил городу Одинцово. Сделал 37 работ по истории, начиная с 15 века. И надеюсь, что в День города я эти работы представлю на суд наших зрителей. Это довольно впечатляющая работа. В рамках вот именно общественной, смотрите, организации у нас ведь, к сожалению, так складывается, что люди обращаются в какие-то официальные инстанции, к активистам, когда обычно что-то не так. Либо действительно проблема, да, либо есть какие-то инициативы, которые хотелось бы как-то развить, что-то улучшить, что-то приумножить у себя в городе или в районе. А вот по вашему основному направлению деятельности вам с чем приходится иметь дело? Ну, прежде всего, то, что я сейчас сказал, это не само по себе родилось. Еще же и по долгу службы моей я работаю в Одинцовском историко-краеведческом музее. А идея эта появилась еще в то время, когда в музее работал Куликов Олег Николаевич. Сейчас у нас новый директор Светлана Геннадьевна. И вот благодаря их же поддержке, поддержке главы города, его советника Солнцева Михаила Викторовича, я занялся этой работой. Когда нашел материалы, документы, дело в том, что художник не просто вот так вот вышел и начинает работать. В любой работе, любой картине предстоит какой-то поиск. И когда были найдены интересные материалы, я стал выходить на местность. Но, естественно, нынешняя земля Денцовская, она обильно застроена. Выходил с компасом, находил точки. И вот с этих точек я себе попытался представить город, каким он был. Анатолий Васильевич, извините, прерву вас на секунду. Но понятно, что эта работа непосредственно ваша в принципе. И она и творческая моя, и рабочая, и плюс еще общественная. А в рамках вот именно общественной палаты, да, вы ведь теперь член, полноценный член комиссии, которая занимается конкретными вопросами. Вот на сегодняшний момент уже видите перед собой именно в рамках общественной палаты. Именно общественной палаты какие-то работы. Конечно, и не только вижу, я уже кое-что начал делать. И мы сейчас об этом поговорим. Давайте примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Шувалова Галина Сергеевна, проживаю я на Малых Веземах. Я страдаю с сахарным диабетом. И каждый раз, когда идешь к эндокринологу, ничего нет лекарств, не поступает. Вот я сегодня только пришла с приема врача нашего. Эндокринолог у нас один, единственный на всю нашу округу принимает авголистона. И теперь эти лекарства разбросали по всем аптекам. Я не знаю, куда мне ехать. А сегодня мне отвечают. Тест-полоски вообще не поступали, нету. У меня сателлит-экспресс, глюкометр. Таблеток нет. Только на Жукова дали 20 упаковок, но вы уже не ездите туда, потому что должны дать 100 и больше. А вы пока приедете, я вас уверяю, их там нет. И вот каждый месяц одна и та же песня. Послушайте, а нет ли каких-то заменителей, возможно, субсидиарных препаратов? Здравоохранение, понимать, что оно делает. И нету лекарств никогда. То есть вам непосредственно прописаны конкретные препараты, и вы не можете их никак найти, правильно? Я их не могу получить, да. Смотрите, у нас специальная комиссия, ну не у нас, конечно, на телевидении, а в общественной палате специальная комиссия занимается вопросами здравоохранения. Мы им обязательно сообщим ваши контактные данные. Вы их сейчас, пожалуйста, тоже нашему оператору передайте. Они с вами свяжутся и, ну, по меньшей мере, я надеюсь, смогут вам что-то подсказать, как-то помочь. Спасибо большое за звонок. И вот мне сейчас подсказывают, что есть еще один такой интересный момент. На наш эфир, который у нас был 19 июля, поступал звонок от нашего телезрителя, женщина Галины Ивановны. И представилась она два вопроса. Задавала, во-первых, почему не делают ледяную горку в детском парке, и, во-вторых, жаловалась на выгол собак во дворовых территориях. Мы, к сожалению, Галина Ивановна, записали ваши данные, но, к сожалению, где-то они, короче говоря, потерялись. К сожалению, тоже бывает. Если вам несложно, если вы сейчас, например, смотрите наш эфир, прошу вас, наберите нам, сообщите оператору еще разок ваш телефон, потому что общественная палата с вами пыталась связаться. Те данные, которые мы им предоставили, которые мы записали тогда, по всей видимости, некорректны, потому что такого телефона не существует. Тем не менее, вашим вопросом уже занимаются, и в общественной палате хотели бы все-таки иметь возможность непосредственно перед вами отчитаться, вам позвонить и сообщить, как сейчас идет работа. Напомню, Галина Ивановна, вы нам звонили 19 июля. Уважаемые телезрители, мы сегодня, напомню, беседуем про культуру, благоустройство, туризм. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложение 508-86-84. Это наш телефон прямой линии. Звоните, мы постараемся вместе во всем разобраться. Анатолий Васильевич, Виктория Викторовна, ну что ж, давайте вернемся к нашей беседе. Мы говорили про вашу совместную теперь работу, да, с чем вы вот непосредственно в рамках общественной палаты собираетесь разбираться в ближайшее время. Ну, еще до того было сказано, что есть ли какой-то опыт. Поскольку я уже работал в общественной палате, то понятно, что по всей территории района, где только было возможно, проехал с выставками, лекциями. Дело в том, что у меня несколько серий работ, и я брал эти работы, выезжали в школы, коллективы, и там, соответственно, проводились вот эти выставки, лекции. Одна из тем моих «Постоим за Русь». Это тема патриотического воспитания, важная, очень важная и для меня, я думаю, и не только для меня, но и для всех наших и телезрителей, больших и маленьких. Поэтому я надеюсь, что буду ее продолжать и рассчитываю, что публике понравится. Ну, и, конечно, не только понравится, а, может быть, кто-то заинтересуется, как это все получается, как делается. У нас в Историко-Краеведческом музее работает школа живописи, где проходит занятие каждую субботу с 12.30 до 2.00 часов. У нас еще один звоночек имеется, побеседуем с телезрителем, потом продолжим наш разговор. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я случайно включила ваш канал и очень рада увидеть Анатолия Васильевича в вашей передаче. Я бы хотела поблагодарить его за ту деятельность, которую он ведет в нашем районе. Моя подруга занимается в его кружке рисованием и как-то приглашала нас на выставку к Анатолию Васильевичу. Мы видели его работы замечательные и работы его учеников. То есть так вложить свои знания в учеников, научить их творить – это великое дело. И я очень рада, что Анатолий Васильевич является теперь членом общественной палаты. Я очень рада видеть его в этой новой должности, очень доверяя ему, как человеку, который любит наш район, любит наш город. Я знаю, что Анатолий Васильевич не корендой житель Одинцова. И тем приятно, что он, как ни один, наверное, из знакомых мне Одинцовцев, так глубоко пытается познать историю и воспроизвести ее нашего города. Спасибо вам большое. Наталья, вам тоже спасибо огромное за звонок. Редко-редко случается, что нам звонят сказать не о том, что где-то что-то плохо, а о том, что есть какие-то надежды на будущее, есть какие-то хорошие, предложительные, позитивные моменты. Я вам, в свою очередь, Наталья, предлагаю, вы в общественной работе также давайте потихонечку подключайтесь, потому что у нас общественная организация Одинцовского района, в частности, общественная палата, с которой мы в телевидении работаем довольно плотно в последние годы, объединяет множество людей, которые, в свою очередь, действительно занимаются творчеством, которые занимаются множеством очень полезных, интересных дел. От меня, пожалуйста, передайте спасибо. Вы можете сами передать, конечно. Большое спасибо за приятные слова и жду в школе. Ждем общественной палаты. Ждем общественной палаты. Да, это больше, да. Вот видите, на самом деле, Анатолий Васильевич, да. Приглашайте всех своих учеников, потому что нам нужны консультанты, эксперты, члены общественной палаты, потому что у нас планов очень много, хотя мы познакомились совершенно недавно, да, вместе начали работать. У нас планов очень много и свое творчество. Я думаю, что Анатолий Васильевич будет как раз и детям показывать, посвященный Дню города. Мы планируем сеть мероприятий сделать, да, и у нас одно из мероприятий – это «Разрисуй свой город Одинцово». И мы планируем сделать, чтобы на центральной площади, чтобы дети пришли, вот, Анатолий Васильевич будет показывать, рассказывать, знакомить профессии художника, какие-то определенные самые начальные азы. На самом деле, когда мы вместе познакомились… Прошу прощения, на секунду прерыву, не могу не спросить, а власти города Одинцово в курсе, что вы будете его разрисовывать? Ну, мы же на асфальте будем разрисовывать. Так, мы с чем-то прилично. Конечно, у нас уже есть опыт, это мы все проделаем, но там не только дети, но и взрослые могут принимать участие в разных категориях. На самом деле, мы очень сильно удивились, когда Анатолий Васильевич сказал о том, что вы, даже если не умеете рисовать, то я вас научу. Любой человек, который даже не умеет рисовать, я его за несколько уроков научу нарисовать, он будет рисовать. Главное – это что у нас? Желание. Да. Да, и, соответственно… Ну, и маленькие возможности. Да, и маленькие-маленькие возможности. Поэтому вот в рамках именно проекта нашего к мероприятиям Дню Города и жителей мы всех приглашаем. Мы будем уже позже, мы потом сообщим именно, какое нам место выделит администрация, да. Мы будем делать вот два проекта. Первое – это «Разрисуй свое Одинцово». Это разноцветными мелками будем разрисовывать на асфальте красивые портреты. И второй проект – это «Натюрмод», да, каким образом… Дары земли. Дары земли, да. Как это можно красиво все дело оформить, как это можно красиво все нарисовать. И как раз вот Анатолий Васильевич будет знакомить детей, и не только детей, но и взрослых, и своим творчеством, и с творчеством, и с профессией художника. Да, кстати, в День Города впервые все посетители увидят вот эту большую историческую серию, посвященную Одинцову, Одинцовской земле, начиная с Боярина Одинца и далее, и далее, и далее. Я там еще расскажу историю владений Матвеевы и прочее, и прочее, и прочее. Там столько интересных имен, и Пушкин, и художники-передвижники, то есть это будет, так сказать, знаете, целая цепь событий, имен, которые очень крепко связаны с нашей Одинцовской землей. Анатолий Васильевич, не могу не задать вопрос относительно ваших мотивов вообще присоединения к общественной палате. Понятно, что вы занимаетесь довольно большой и сложной работой, и любая творческая работа – настоящая, настоящая работа. Это всегда большой труд. А почему же решили вот еще на себя, к тому же, повесить ответственность члена общественной палаты? Ну, я, наверное, вам сейчас коротко выдам большую тайну. Попробуйте. В России я был первым, кто создавал общественную приемную, в том числе и первую общественную приемную нынешнего президента и первый общественный совет. Это потом стали называть общественная палата, а сначала это был общественный совет. Но наступил момент в 2000 году, когда я ушел с госслужбы и занялся только творчеством, потому что я понимал, что многое не успеваю. А работа на госслужбе, я еще был депутатом Думы, но вот эта работа, она все, знаете, выключает, напрочь все отнимает, поэтому я перешел только на творческую работу. И когда здесь создали общественную палату, думаю, ну, я пойду посмотрю, не испортили ли они там чего-нибудь из того, что я начинал. Но вижу, что все получается, не испортили, все идет нормально, хорошо. Думаю, ну, хорошо, чем могу, помогу. Чего еще не забыл, приду, покажу, расскажу. Если чего-то не умею, поучусь и те, кто пришел сегодня. Поэтому будем работать вместе, ну, и зачем пришел, чтобы власти наши, как когда-то я выводил формулу, сказать, что дорога к людям – путь власти. Вот это бы мне хотелось донести до всех, кто работает сегодня во всех органах власти, потому что о людях нужно думать, о людях нужно заботиться. И вот сегодня даже первый звонок, мне эта тема знакома, я хотел поднять эту тему по больным сахарным диабетом на общественной палате, потому что очень неудобно. У нас, в нашей больнице, человек приходит, получает информацию, ему ставят диагноз, а потом говорит, а теперь поезжай за 3-9 земель, и там получишь лекарство по льготе. А для того, чтобы эти лекарства взять по льготе, он должен потратить 3 или 4 цены этого лекарства. Поэтому нужно здесь какой-то наводить порядок. Есть ли какие-то, может быть, идеи? Но это как бы не в тему нашей. Почему нет? Почему нет? В рамках общественной палаты. Да, это в рамках общественной палаты. Я думаю, что мы эту тему решим обязательно. У вас ведь все еще работают межведомственные комиссии. Конечно, да. Вы имеете в виду рабочие группы? Эти рабочие группы, абсолютно верно. Да, 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 у нас, да, существуют рабочие группы. Мы не только вот тему воспитания и образования, но и тему здоровья. Почему? Потому что, вы знаете как, когда есть здоровье, все остальное будет. Нет здоровья у человека, ему, наверное, не до песен, не до рисования. Поэтому будем думать о том, чтобы люди были физически и нравственно здоровы. Значит, тогда у нас будет нормальное, хорошее общество. Здоровое общество, да. Ну и говоря о здоровье, песнях, рисовании, не могу не спросить насчет подготовки к празднованию Дня Города. Я правильно понимаю, в этом году 60 лет Одинцова? Да. 60 лет. Огромные даты. Ну все, естественно, секреты мы вам не будем раскрывать. Ну хоть парочку, я вас спрашиваю для наших телевизоров, очень интересно, чем в этом году. Где-то в этом году, где-то какие-то будут сюрпризы. Почему? Потому что в основном этим занимается городская администрация и соответствующие службы. Ну а общественники там где-то окажутся рядом. Да, естественно, окажутся рядом, где-то помогут, где-то что-то сообразят, где-то что-то сделают. Но у нас, во-первых, стартует два еще конкурса с 14 августа. Вот я хотела бы воспользоваться случаем, и то, что мы сидим вместе с вами здесь, рассказать такую идею. Конечно, это не новое, но хотелось бы. Мы стартуем конкурс по фото-конкурсу. У нас будет фото-выставка «Твоё Одинцово» к 60-летию Одинцово, где как раз мы будем выбирать самые красивые фото. И второй конкурс у нас стихотворения о осени. Прошу прощения, а речь идет именно о бурбанизме, то есть фотографии исключительно города Одинцово или вообще места Одинцовского района? Нет, как я вижу себя в городе Одинцово. Ну, город. Да, я в городе, потому что для каждого из нас город это разное имеет значение, и каждый видит себя в нем совершенно по-разному. И также находит какое-то уединение, радость, любовь и так далее. Поэтому принимаются любые работы. И второй момент — стихотворение о осени, посвященное 60-летию Одинцово. Что Одинцово — наш любимый славный город золотой. Одинцово, Одинцово, все любуются тобой. И вот хотели бы в рамках передачи «Разберемся» возможно зачитать это стихотворение победителя, либо даже пригласить на вашу передачу, но на нашу передачу именно победителя стихотворения, если, конечно, позволит и время, и место, и так далее. Вот у нас таких два самых маленьких проекта, которые мы начинаем делать. И стартуют они с 14 августа. У кого есть какие-то идеи, могут спокойно присылать на адрес секрсобака.openodin.ru. Мы с удовольствием их будем просматривать. Я так понимаю, если даже сейчас наши телезрители не успеют записать контактные данные, они в ледливой момент могут обратиться либо к нам по телефону 508-86-84 в течение недели, либо непосредственно в общественную палату на их официальном сайте. В конце эфира вы увидите вот здесь, вот внизу электронный адрес. Вы увидите там все контактные данные, которые вам необходимы. Вам там расскажут, куда писать, что писать и в какой форме. Да. А по поводу того, что вы говорили о приглашении победителя будущего конкурса, ну, я лично совсем за. Потому что мне лично всегда очень нравится, когда у нас в эфирах не только какой-то перечень проблем, вот этих вот, знаете, суровых рабочих будней, о том, что где-то что-то там прорвало, где-то что-то не работает, не убирает и так далее. Когда у нас, например, комиссия по культуре, да, приходит и рассказывает, господи, мы столько всего классного сделали. У нас там были какие-то велопробеги, у нас тут выставки, у нас тут фестивали и так далее. Вот это, знаете, уравновешивает, наверное. Вот этот баланс, да? Да, да, да. Доза и хорошего, и плохого, она как-то приходит в баланс. Жизнь из разных вещей состоится. Абсолютно верно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Где-то тепло, холодно, светло. И нам повезло, что у нас в районе все-таки светлых, ярких красок больше. Да, и слава богу, что так. И слава богу, да. Анатолий Васильевич, спасибо огромное, что вы к нам сегодня приходили. Уверен, что когда в следующий раз мы с вами здесь увидимся, уже будет и результат Дня города, уже поговорим о более конкретных моментах относительно того, как у вас будет все проходить и так далее. Но в любом случае удачи в вашей работе. Спасибо. И приходите к нам. Спасибо всем телезрителям, спасибо тем, кто отозвался. А тем временем я предлагаю вам, а также нашим телезрителям, вспомнить, как проходил День города, например, в прошлом году в городе Одинцово. Ура! 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 10 сентября Одинцовские улицы заполнили герои сказок и легенд. Однако им никто не удивлялся, город праздновал день рождения. По традиции торжества начались с костюмированного шествия, в котором приняли участие около тысячи человек. Народные герои, сказок, мифов, легенд советского и российского кинематографа, а также многие иностранные гости, я если ошибаюсь, где-то там затесался даже Бэтмен, но в общем-то все наши западные супергерои и так далее здесь, конечно, теряются на фоне родного отечественного кинематографа и легендариума. Вы у нас сегодня кто? Бабуся, я гуся! Ой, я лиду говорю, мальчик, возьми бабушу на машину! Помог мальчик-то? Вон мальчик поехал! Да! Мы окрутники, ты чего, пупчик? Чем занимаетесь, ребята? Окручиваем всех и пугаем! Целый день на главной площади города работала ярмарка. Наиболее активных гостей праздника привлекли спортивные конкурсы и соревнования. Победители ждали памятные подарки и призы. Посетили День города и многие общественные и культурные деятели. Например, главу района Андрея Иванова заинтересовала выставка православной храмы России «Взгляд сквозь время». На ней представили фотографии десятков храмов и церквей со всей страны. Организаторы старались привлечь внимание к русскому архитектурному и культурно-историческому наследию. Что хотите увидеть? Все. Вот честно. Так красиво. Я отсюда из города уехал лет, наверное, 10 назад. Живу сейчас в Юдере. А он принесет, говорит, в День города хочу посмотреть. Ну, что говори? Ты как? Нормально, настроение хорошее, позитивное. Специально для этого было. Тепло у вас. И где планируете сегодня побывать, что посмотреть? На разных соревнованиях. Да. На разных конкурсах. Очень много хотим чего посмотреть. Надеемся, что нам все понравится. С самого раннего утра стартовала детская концертная программа. По доброй традиции ее участниками стали воспитанники местных школ искусств. Всему народу, во всеми одна, нужна свобода, СВНОП нужна. Поселок Одинцово преобразовали в город в 57-м году. Тогда в нем проживало всего 20,5 тысяч человек. Сегодня эта цифра выросла до 141 тысячи. В воскресенье могло показаться, что все эти люди вышли на улицы города отметить день рождения столицы района. Отлично. Были на параде костюмеров. Отлично. А с кем приехали сегодня? С дочкой, со школой. В три часа на центральной площади начался большой концерт. Он стал частью Всероссийского фестиваля народного творчества «Гармонь собирает друзей». Для любителей танцев проводили профессиональный мастер-класс. Ай, бедро. Ну, не просто раз, а как будто мы пытаемся что-то разбить очень сильно. Там. Ага. Одинцовцев приехали поздравить известные музыкальные коллективы, группы премьер-министры, дискотек «Авария». Исполнители по-настоящему взорвали публику, исполнив новые композиции, а также всем известные старые хиты. Завершился день города праздничным салютом, который украсил небо разноцветными огнями. Ну что ж, на самом деле ничего нового. У нас довольно давно уже городское поселение Одинцово знает, как отдыхать. И, по всей видимости, в этом году на 60 лет, на юбилей будет что-то совершенно особенное. Посмотрим, увидим буквально через месяц. А тем временем в наших студии новый гость Ольга Владимировна Лащева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна также у нас нередкие уже гости в нашей студии. Но сейчас вы также в новом Амплуа. Вы теперь заместитель председателя комиссии, правильно? Да, совершенно верно. Поздравляю с назначением. Ольга Владимировна, вопрос. Я так понимаю, что уже упомянутый конкурс по благоустройству, о котором Виктория Викторовна говорила, вы у нас курируете. Вы непосредственно можете про него нам рассказать, правильно? Да, рабочей группой у нас руководит Мария Подъепольская. Вот, создадим красоту вместе. Твой район, твои идеи. Наш конкурс называется. Конкурс официально завершен. Сейчас идет подсчет работ. Работ очень много. Работы нам предстоит очень много. По категориям мы сейчас разбиваем все рисунки. Вот, и 11 числа у нас состоится рабочая встреча. Будем отбирать работы уже непосредственно для жюри. А если можно, давайте для наших зрителей еще раз напомним, что это вообще за конкурс. Ваша коллега Галина Рязанова нам уже с телезрителями рассказывала в июне об этом конкурсе. Ну, если кто-то пропустил, давайте в двух словах вспомним, что это за конкурс, о чем он вообще. Идея конкурса какая? Общественная палата совместно с архитектурой нашего района решили создать такой конкурс. Это благоустройство своего двора. Вот, как, допустим, жители видят свой двор. Вот, какими бы хотели они видеть свой двор. В зависимости от этого, вот, будет выделяться, я так поняла, какое-то финансирование, вот, работы, которые выиграют. Вот, этот конкурс. Планируется финансирование нашего главы Андрея Робертовича. Ну, то есть, это, я так понимаю, районного уровня финансирования, не только городского поселения, а районного? Да, я думаю, что да. А на сегодняшний день, вот, можете как-то оценить, насколько вообще эти проекты возможны, да, насколько они реализуемы? Потому что, конечно, ну, есть всегда хотелки, да, можно нарисовать такой город-сад прекрасный, настолько четко защитить, да, вот этот проект, объяснить, почему надо именно так, а не иначе, что, конечно, посмотришь и скажешь, ну, человек понимает, о чем он говорит, и нарисовано красиво. А потом понимаешь, что там финансирование уровня, я не знаю, какого-нибудь фантазийного города из фильма Джеймса Кэмерона. Согласна, да. Который вообще невозможно сегодня реализовать и так далее. Ну, а с другой стороны, если человек просто прислал фотографию лавочки, которая там не квадратная, а с уголками закругленными, ну, это тоже как-то скучно и ни о чем, на самом деле. Ну, я с вами не соглашусь, допустим, лавочки, с ними тоже достаточно большие проблемы. Смотря какие лавочки. Да, районы и с лавочками, и с фонарями, поэтому все конкурсные работы, которые присылались, они все достойные. И вот Ольга недавно была и на встрече, да, жители все подходят действительно с серьезным настроем. Да, жители микрорайона 66А, они подошли очень серьезно. Конечно, да. У них целый проект, который рисовал художник. Вот, ну, проект действительно красивый. Да, мы тоже желаем удачи, победить им в конкурсе. А есть какие-то примеры, действительно вот интересные примеры, может быть, даже тех же самых лавочек, то есть привычных нам каких-то элементов дворовых? Примеры этого вы что имеете в виду? Уже состоявшиеся? Нет, то, что вам предложили в рамках проекта. Если я не ошибаюсь, Галина Рязанова как раз-таки могла ошибиться, по-моему, она рассказывала, что были, например, образцы тех же самых лавочек, скамеечек в виде там хот-догов, бутербродов каких-то, что-то такое действительно необычное. Креатива действительно очень много. Всех секретов мы раскрывать не будем, потому что скоро уже будет жюри оценивать работы, будут победители по номинациям. Поэтому интересных работ много. Работы у нас по конкурсу. Действительно достойных, да, о которых можно рассказывать очень долго. Очень много достойных работ. И мы всем-всем желаем удачи. Конечно, ну, это как Господь Бог, но вот мы желаем, чтобы самые-самые-самые классные проекты, они все-таки же победили. А в жюри, который оценивает участников конкурса эти проектные работы, присутствуют представители администрации? В жюри состоит наш архитектор Завражин Кирилл Санч, наш председатель общественной палаты Захар Юрьевич Иванов. То есть там не может быть такой ситуации, что, например, в рамках общественной палаты какой-то проект победит, а потом, к сожалению, выяснится, что его, ну, например, неподъемный бюджет требуется на его реализацию. Все, что победит, будет уже реализовываться, правильно? Ну, да, я думаю, да, либо частями, либо будут искать какие-то финансы с помощью спонсоров. В любом случае, те проекты, которые победят, мы, как общественники с администрации, большое им спасибо, что, во-первых, такой проект вообще поддержали, да, и готовы финансировать, но мы, как общественники, естественно, спросим, когда какие-то проекты победят, и о сроках реализации этих проектов, когда, соответственно, они будут, поэтому мы проконтролируем этот момент. По поводу сроков, когда у вас будут уже результаты готовы? Вот я повторюсь, 11-го числа у нас будет рабочая группа, мы полностью разбросаем проекты по категории, и уже можно будет узнать информацию на нашем сайте общественной палаты. Точно, когда будут результаты и когда будет... Ну, выходит, что в любом случае до конца августа, правильно? Ну, я думаю, что да. Да, я думаю, да. Ольга, я еще знаю, что вы в последнее время занимались опросом вручения ключей многодетным семьям. Ну, да. Ну, не только Ольга занималась, да. Не только я, расскажу. Я имею в виду вашу комиссию, не вас с персоналом. Расскажу, как это было. Руководил группой рабочий Шибко Виталий с комиссией по предпринимательству. Как известно, каждый год мы проводим выездной прием по поселениям. В прошлом году на таком приеме пришла многодетная семья и спросила, как им поступить, что им делать дальше. Жили в стесненных условиях, без канализации, без воды. Вот. И, соответственно, Виталий и Василий Лозан, вот, они дали корректировки, какие документы нужно собрать, куда нужно пойти, какое письмо нужно написать. Соответственно, составили обращение. Вот. Можно так и сказать, что общественная палата дала этой семье старт. Вот. Благодаря, далее, ну, как известно, это все делается не быстро, дали глава поселения Голицына и наш Андрей Робертович Иванов, глава Одинцовского района. Вот. Изучив эту ситуацию, вот, сделали такой бесценный, я считаю, подарок в центре города Голицына новая квартира с ремонтом. Вот. Вручали ключи. Семья. Это, конечно, был очень трогательный момент. Там были и слезы, и слезы радости, конечно. Вот. Также общественная палата. Палата продолжает собирать мебель для этой семьи. Вот. Нам осталось еще немножко. Вот. Ну, продолжаем. Вы имеете в виду средства на мебель? Нет, 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 не средства. Именно мебель, да. Отверткой собираете? А? Отверткой прям собираете? Нет. Ну, если, допустим, у кого-то есть там старый шкаф, да, там старый диван. А, вот, в этом плане. Хорошо. Ну, либо не то, что старый, а именно то, что, допустим, ну, не нужен. Решили люди новый купить, поэтому... Новый холодильник мы подарили. Да. Да, компьютерные столы, кресла, колбасы. Да, также общественная палата. А сколько там детей в этой семье? Шесть. Шесть детишек, и они жили в таких условиях. Они жили, да, в таких условиях, вот, и все несовершеннолетние. На самом деле, вот, жаль, что у меня нет шляпы сейчас, чтобы ее снять, потому что, если семья живет в таких условиях, а при этом не теряет надежду, продолжает увеличиваться в численности и так далее, в конечном счете, видите, бывают же чудеса в жизни. Да, Святослав, на самом деле, таких семей у нас, это не одна семья. После публикации общественной палаты, да, на ресурсах, в соцсетях нам еще написали люди, да, которые там более, там, 12 лет тоже пытаются получить квартиру. Ну, Виктория Викторовна, у нас, к сожалению, уже заканчивается время, и я очень надеюсь, что, когда мы с вами в следующий раз встретимся, у нас уже будут какие-то такие же трогательные, хорошие истории с счастливым концом. Так еще общественная палата подарила сертификат этой семье на занятие каратэ. Вот мы и покажем этот сертификат в следующий раз, ребятах покажем. Спасибо, что приезжали к нам. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о культуре, благоустройстве и туризме в Одинцовском районе, ну, о всяком случае, говорили с комиссией, которая занимается этими вопросами. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните нам в течение недели или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. На их официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи, и там же имеется адрес электронной почты. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и увидимся.